За последние пять лет в Казахстане... 8 августа в Душанбе прошла международная конференция на тему «Радикализация молодежи как угроза безопасности в Центральной Азии», организована немецким фондом имени Конрада Аднауэра и Национальной ассоциацией независимых СМИ Таджикистана. В конференции приняли участие представители ДИП-представительств разных стран в Таджикистане, правоохранительных органов и экспертного сообщества Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Во время вступительной речи глава Нан Смит Нуриддин Каршибоев заявил, что радикализация молодежи в Центральной Азии является актуальным вопросом. Большую дискуссию вызвал вопрос посла Германии в Таджикистане Хольгера Грена, который спросил, где грань между экстремизмом и терроризмом. Глава офиса Интерньюз в Таджикистане Абдулмали Кадыров отметил, что сегодня во имя достижения одной цели принято использовать силовые методы, как, например, в конце 2015 года управления МВД Хатлонской области отчитались, что привели в порядок бороды 12 тысяч мужчин, а с 1800 женщин сняли хиджаб. «Это не тот путь, с помощью которого нужно бороться с терроризмом. Силовые методы никогда не давали желаемых результатов. Насильственное сбривание бороды – это также является экстремизмом, но не религиозным, а светским», заявил Абдулмали Кадыров. Фаридун Хадизада, таджикский эксперт по религиозным проблемам, высказал аналогичное мнение. «Сейчас в Таджикистане единственный путь такой борьбы видят в аресте и осуждении экстремистские настроенные молодежи, что само по себе не может быть решением проблемы», – заявил он. Следует заметить, что на данной конференции отсутствовали представители МВД РТ, хотя в списке участников изначалось имя начальника отдела международных связей МВД РТ Мансура Бухаризада. Напомним, что Совет Безопасности Таджикистана заявил ранее, что на сегодняшний день решением Верховного суда страны 17 партий и организаций причислены к экстремистским организациям, и их деятельность запрещена в Таджикистане. И только за последний год в стране порядка тысячи человек арестованы за связи и сочувствие так называемым экстремистам.